Смартфон с сюрпризом. Подводные камни китайской электроники. Выбор смартфона часто сопровождается мучительными поисками компромисса между ценой и возможностями. И если очень хочется аппарат по наворочению, и вместе с тем дешевле, к вашим услугам сотни китайских фабрик, производящих нонейм устройства с современной начинкой. Однако стоит учитывать, что за красивыми техническими характеристиками кроется немало секретов, способных отравить жизнь незадачливому покупателю. Итак, поехали. Сначала о хорошем. Купить смартфон с бесплатной доставкой из Китая сейчас очень легко. Скажем сердечное спасибо Джеку Ма и его команде. Подделками там сейчас балуются редко. В большинстве случаев вы получите честный китайский ОПА, ЗОПА или какой-нибудь ОМОЙ. Все там будет как надо. И памяти много, и разрешение дисплея хорошее, и процессорных ядер насыпят, не скупясь. Например, нужен вам Android аппарат с дисплеем диагональю 5,5 дюйма, разрешением 1920х1080 точек, поддержкой LTE, 3 гигабайтами оперативной памяти, объемом флеш-памяти 32 гигабайта и 13-мегапиксельной камерой. И ядер, чтобы было 8 штук, не меньше. Задача несложная. У брендов первого эшелона такое есть. Это Samsung Galaxy A7 2016 года. В Москве его цена сильно варьируется, но дешевле 18 тысяч рублей не найти. А вот Олефон Повар, почти брат-близнец A7, только тактовая частота процессора чуть пониже, 1,3 ГГц против 1,6 ГГц. Взамен пользователь получает могучий аккумулятор емкостью 6050 мАч. То есть почти вдвое более емкий аккумулятор, чем у аналога от Samsung. Цена Олефон Повар начинается от 9 тысяч рублей с бесплатной доставкой в Россию. И внешний дизайн неплохой. Маленькие аппаратные хитрости. Не будем много говорить о качестве изготовления. Здравомыслящий покупатель бюджетного китайского телефона должен быть готов к возможному браку и знает, что делать в этом случае. Понятно, что ноунейм-производитель максимально экономит на оснащении производства, оплате трудоработников и контроле качества продукции. Но даже идеально собранный китайский аппарат содержит в своей конструкции ряд удешевлений. Процессор. Процессор – залог дешевизны всего аппарата. Это самый дорогой после дисплея компонент. И если в спецификации вы увидите чип от известного бренда Qualcomm, NVIDIA, Intel, Samsung, то на ценнике будет немаленькая цифра. Ноунеймы зачастую используют максимально дешевые процессоры, отличающиеся высоким энергопотреблением при относительно низкой тактовой частоте, медленным графическим ядром, а также разнообразными недоработками. Так, несколько лет назад целая серия популярнейших процессоров от Mediatek содержала ошибку в микропрограмме, из-за которой устройства на их основе могли искать навигационные спутники буквально часами. Ошибка так и не была исправлена. Производитель просто выпустил новые модели. Флэш-память. Флэш-память ни в каких спецификациях не конфигурирует. Указывается только ее объем. Между тем, разница в производительности дешевой и дорогой памяти очень велика. Буквально в разы. Поначалу пользователь этого не замечает, но как только он в процессе эксплуатации забьет накопитель аппарата процентов на 80, скорость операций записи в память снизится вдвое-втрое в силу его блочной организации, и китаец станет практически неработоспособным. Брендовый же аппарат вытянет за счет запаса производительности. Дисплеи. Дисплеи у китайцев вполне приличные. Картинки большинства аппаратов претензий немного. А вот на алиофобном, противожироотталкивающем покрытии, важном для комфортной работы со смартфоном, производитель экономит почти всегда. Даже если оно есть, даже если оно хорошо справляется со своей задачей, и экран остается чистым, без отпечатков пальцев и ушей, будьте уверены, это ненадолго. Дешевое покрытие сотрется очень быстро. Следующий вопрос нашего видео. Дьявол кроется в прошивке. Все проблемы с аппаратной начинкой новыми смартфонами меркнут на фоне бесконечных недоработок в программном обеспечении. К счастью, Google бесплатно предоставляет производителям устроить свою мобильную операционную систему. Иначе бы они и ее писали сами. Но и сейчас им приходится выполнять большую работу по созданию драйверов к железу, к различным системным приложениям. Некачественный софт – основной источник более владельцев китайских аппаратов. Время автономной работы. Время автономной работы, которое должны обеспечивать аккумуляторы титанического объема, зачастую оставляет желать много лучшего, исключительно благодаря плохой оптимизации кода. Компоненты смартфона вовремя не выключаются, не будучи востребованы и бессмысленно потребляют заряд. Сбалансировать потребление гаджета, не вызвав проблем с производительностью, – целое искусство. Китайским производителям оно оказывается не по карману. Следующая – точность работы сенсора. Точность работы сенсора необходима для комфортной работы с устройством. Но баги в драйвере могут довести пользователя до белого коленя. Причем, одно дело, когда вы не можете попасть в иконку, гораздо хуже, когда сенсор реагирует на нажатия, которых вообще не было. Следующее – качество звука. Качество звука при разговоре зависит не только и нисколько от микрофона и динамика, а сколько от приложения телефонной связи, использующихся кодеков и их правильного применения. В самых запущенных случаях телефон может временами вообще не передавать звук, либо превращать его в неразборчивое бульканье. Стабильность связи. Стабильность связи очень важна для телефона, но утеря сигнала сотовой сети и постоянное переподключение к Wi-Fi относятся к самым, пожалуй, часто встречающимся сбоям китайских смартфонов. Общая стабильность работы. Общая стабильность работы также часто страдает от плохо написанной прошивки. Аппарат может самопроизвольно перезагружаться, закрывать активные приложения с сообщением об ошибке, намертво зависать. Следующее. Программные ошибки и недоработки, казалось бы, легко исправляются. Ведь любой смартфон можно перепрошить. Но китайские производители обычно выпускают не более одной-двух версий программного обеспечения для каждого аппарата, так как это обходится недешево, а срок жизни ноу-нейм модели непродолжителен. Иногда спасают энтузиасты, разрабатывающие собственные варианты прошивок для культовых китайфонов. Но они чаще всего через полгода-год утрачивают интерес к устаревшему аппарату и бросают работу, не доделав ее. Не исключено, что вам повезет, и вы не столкнетесь ни с одной из записанных проблем. Олеофобное покрытие можно вернуть, наклеив на экран защитное стекло. Скорость работы восстановить, очистив флеш-память и записав все приложения и данные заново. А потребление аппарата можно и снизить, если производитель соизволит его оптимизировать в новой прошивке. И все же, попробовав несколько ноу-неймов, рано или поздно начинаешь понимать, за что именно платят покупатели Apple и Samsung. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok